Всего за три года на территории Росольского района и Калужской области поисковыми отрядами «Высота за родину» и поисковым движением концерна «Росэнергоатом» было найдено и поднято 208 бойцов. Установлено 12 имен. Останки троих были переданы для захоронения на Малой Родине, двое в Гагарин и один в Московскую область. Еще один боец находится во временном захоронении для проведения генетической экспертизы и передачи родственникам. Вечером 23 сентября в Храме всех скорбящих радость по православной традиции трижды прошла заупокойная лития. 12 караулов по 10 человек – это представители организации, предприятий города, станции и дети – стояли у урн с останками погибших воинов. Девять раз сменяли друг друга участники почетного караула. И все это время неиссякаемый поток людей шел проститься с защитниками Родины. Естественно, что все неотпятые. Немцы никогда в жизни не дали бы отпевать их. И поэтому для нас очень важно, чтобы они были отпятые именно в наших храмах и после этого захоронены по-настоящему, скажем так. В первую очередь это нужно именно живым – захоронить бойцов по всем канонам и с почестями, ведь они отдали свои жизни за наше будущее. И долг ныне живущих – отдать им хотя бы частичку внимания и уважения. На следующий день по усопшим воинам состоялась заупокойная литургия, и настоятель Храма всех скорбящих радость, протеерей Виталий Сладков, провел отпевание. Затем урны с останками в торжественной обстановке были вынесены из храма, и колонна проследовала к мемориальному комплексу Курган-Славы, чтобы захоронить советских воинов как должно. Три залпа и военный оркестр героев захоронили со всеми положенными воинскими почестями. В траурных мероприятиях приняли участие поисковики, представители администрации, учебных заведений города и села Якимовичи. Я пришел почтить память павших солдат. Они отдали свою жизнь, чтобы мы жили. Без работы поисковиков мы бы никогда не нашли павших воинов, и никогда бы их не захоронили так, как они этого достойны. Важное сегодняшнее мероприятие очень велика. Память – это важно. Нужно помнить, чтобы это не повторилось. Нужно честь отдать погибшим людям. Поле памяти было заложено еще в 1999 году, когда в братскую могилу перезахоронили 84 бойца Красной Армии. Тогда удалось установить шесть имен. До сегодняшнего дня комплекс состоял из восьми могил. Каждую из них символично венчает колокол. За мир и свободу на Смоленщине шли ожесточенные бои. Миллионы советских солдат положили свои жизни ради этой цели. На нашем поле памяти захоронены более тысячи бойцов. И сегодня еще 204 красноармейца обрели покой на Десногорской земле. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна-ТВ. Продолжение следует...